В Хабаровске прошел фестиваль инновационного творчества. Он состоялся на базе центра IT-куб. Участники конкурса – дети в возрасте от 7 до 18 лет. Пытались превзойти друг друга в разработке проектов. В регионе такое событие проходит во второй раз. Как говорят организаторы, здесь ребята получают информацию не из учебников или интернета, а на практике. В одном месте ребенок может все попробовать руками, спросить, задать неудобные вопросы, получить самые интересные ответы. В этом году 614 участников фестиваля решали вопросы энергетики. Свои работы они защищали в четырех номинациях – транспортная технология, IT-образование, энергетика и умный мир. В парке «Поляравия» появился крылатый дельфин. Вертолет Ми-8 МТВ-1 прибыл в Магадан из Казани и встал на службу авиакомпании. Воздушное судно будет совершать пассажирские перевозки. По словам командира вертолета, это одна из самых универсальных и надежных машин в истории авиации. На «Восьмерках» обновлено светотехническое оборудование. Новые бортовые аэронавигационные огни на основе светодиодов имеют улучшенную светопередачу и сниженную потребляемую мощность. Они позволяют лучше ориентироваться при взлете и посадке на необорудованные площадки в условиях плохой видимости. Раритетные экспонаты конца XVII века выставили в музее Усть-Алданского района Якутии. Этими вещами пользовался Салу-Баатур, древний герой этой местности. Найденный протазан и котел были в 1944 году известным археологом и этнографом Иваном Новгородовым в местности быды Лигойского наслега. По преданиям, именно там похоронен Салу-Баатур. Уникальную экспедицию по изучению языков севера проведут на Камчатке. Студенты и ученые Камгу имени Витуса Беринга отправятся в путь в июле. Цель поездки – изучить диалектную речь коренного населения полуострова. Позже данные используют при создании словаря языков коренных малочисленных народов севера и мобильного приложения. Материал будут собирать на лютерском и корякском языках, а затем выяснят, на каком уровне сохранности они находятся. Благодаря экспедиции ученые смогут выстроить шаги по спасению языков от исчезновения. Материал также переработают для обучения школьников. Маленькие пятнистые, пушистые и не очень в дальневосточном морском заповеднике подсчитали количество тюленят, рожденных в этом сезоне. 1239 бельков появилось на свет. И это не предел, ведь период размножения длится до рубежа марта и апреля. Каждую зиму сотни особей со всего Дальнего Востока приплывают на берега архипелага Римского-Корсакова, чтобы оставить свое потомство. Здесь практически нет людей, нетронутая природа и много пищи. За многие годы специалисты морского природного заповедника, который находится под управлением земли леопарда, отмечают – динамика рождаемости ларги – хорошее, потомство стабильное.